Здравствуйте! Это программа интервью. Погода снова устраивает нам качели, любезно предоставив теплые выходные, ну сравнительно теплые. Она теперь опять возвращает в Красноярск 30-ти градусные морозы. И по этому поводу наш гость сегодня Владимир Еремин, руководитель Среднесибирского управления Гидрометслужбы. Здравствуйте, Владимир Викторович! Здравствуйте! Ну давайте начнем с коротких дистанций вот этой вот недели и локализуем город Красноярск пока. Какой будет погода на предстоящей неделе у нас и какие факторы будут определять? Понятно. Ну надо сказать, что неделя все-таки морозная. Вот. В целом эта ситуация, если по среднесуточной температуре говорить, ниже нормы для центральных районов и непосредственно Красноярска. И самый пик как бы холода мы ожидаем на 28 число. И после 28 числа начнется небольшое потепление. И так сказать, где-то, ну все равно оно в среднесуточном плане поднимется до минус 18. То есть, грубо говоря, в общем достаточно такая комфортная температура. Это ночные температуры порядка 18-23 градусов и дневные порядка 10-15 градусов. То есть, на общем фоне, который сейчас проходит, это, конечно, некоторое потепление. А какие факторы определяют? Значит, главным фактором, который определяет развитие погодных процессов, конечно, является атмосферная циркуляция. И вот сейчас на территории как бы центральных и частично северных районов, частично, включая Енисейский, располагается область повышенного давления, такой антициклон. Причем антициклон прослеживается на всех высотах. То есть, и от больших высот до поверхности Земли. То есть, это как раз та самая классическая ситуация, описанная в учебниках, которая называется «Сибирский антициклон». Соответственно, с наступлением такого характера атмосферной циркуляции возникают инверсионные явления. То есть, эта температура повышается с высотой, как ни странно. И происходит выхолаживание нижней поверхности Земли. И поэтому у Земли температура становится существенно холоднее, чем на высоте, скажем, полутора километров от поверхности Земли. Ну, а дальше, естественно, там температура, если брать уровень полета самолета, то там до минус 70. Другие факторы, да. Да, другие факторы уже. Значит, если говорить, что тут возникла такая несколько парадоксальная ситуация, что у нас севера сейчас имеют примерно такую же температуру, как и у нас. А то и чуть ли не теплее там. По некоторым, так сказать, дням даже и бывает теплее. Но там как раз по северу развивается циклоничность. То есть, идет усиление ветра, идет активное перемешивание атмосферы, в атмосфере. И, соответственно, условия инверсии разрушаются и разрушены. Это с какой широты? Ну, это примерно, начиная от, примерно, середины Венкии. И туда дальше, на Турханский район, и на Тайбер. И надолго у них это? Ну, мы надеемся, что, так сказать, этот процесс будет продолжаться. Ну, по крайней мере, неделю мы видим очень точно и хорошо. То есть, неделю этот процесс будет развиваться. И по северу будут смещаться циклонические вихри, теплые фронты, которые будут, так сказать, приносить тепло на северную территорию. Вот. Что касается центральных и южных районов, то здесь пока будет затишье. Тихо, и вот примерно такой фон температуры. То есть, порядка 25-28 градусов. Ну, а дневные, так сказать, порядка 19-25, вот так примерно. Слушайте, вы сказали, что антициклон типичный среднесибирский, да? Сибирский, так он даже прописан в всех учебниках метеорологии, что циркуляция атмосферы складывается так, что в Сибири за счет резкоконтинентального климата формируется вот этот сибирский, вот так и называется, сибирский антициклон. Устойчивый. Устойчивый, который стоит, ну, весяцами может, так сказать, не разрушаться и создавать вот такие условия погоды. Но, тем не менее, несмотря на его типичность, у нас январь-то все равно выдался холодным. Ваши же коллеги говорили, что там чуть ли не на 10 градусов. Нет, нет, нет. Мы, ну, тут существуют разные методы, так сказать, долгосрочного прогнозирования. Но тот метод, который у нас разработан в нашем управлении, он давал прогноз на январь ниже нормы. И он сейчас оправдывается. Это сезонный, у нас есть технология прогноза на целый сезон. Вот, и мы давали достаточно холодный ноябрь, прохладный давали декабрь и холодный январь. Но с декабрем у нас произошла ошибка, и декабрь был теплее, выше нормы. А у нас он близкий к норме. Но нынешний январь не аномальный? Нет, нет, он аномальный, то есть он ниже нормы. Но для Сибири, так сказать, аномальность января, она достаточно частое событие. Относительно среднеклиматической как бы нормы. Вот, ну, это как бы, в принципе, ничего тут необычного не происходит. Это такая... Интересно, типа типичная аномалия получается. Да, это относительно типичная аномалия. Ну, повторяемость таких аномалий, холодных январей, она достаточно высока. Именно вот по причине такой циркуляции атмосферы. А в целом по России сейчас аномальная у нас температура, потому что мы смотрим телевизор, и видим вот эти вот все сюжеты про нетипичный снег в Оренбурге, про московские морозы. Ну, как это сказать? С коллегами же все равно как-то связь ведете? Ну, конечно, мы знаем, но в основном, конечно, наша сфера деятельности, это вот Сибирь, Хакасия, Тува, и, так сказать, Тайбыра, Венкия. Вот это, здесь мы как бы специалисты. А по другим территориям, там, ну, другие управления гидрометслужбы дают прогнозы, и, так сказать, рассчитывают свои методы, и технологии используют другие. И отличные от того, какие используем мы. Потому что они отличаются по своей сути. В народном мнении все равно есть некая корреляция, устойчивая связка Москва-Красноярск. В том смысле, что смотрим на климат в столичных регионах, прибавляем неделю, и что через неделю примерно он придет. Нет, это далеко не так. Не было такого. Далеко не так, да. То есть, здесь такую связку... Вот если бы вы сказали, что будет в Москве и, допустим, в Тамбове, то это, так сказать, вполне реально, так, в принципе, возможно. Но на пути вот этих масс стоят Уральские горы. И Уральские горы, они вносят некие корректировки в движении воздушных масс. Потом Западно-Сибирская равнина, которая тоже, так сказать, открыта с севера. Вот. И создает свою, так сказать, особенность циркуляции. Ну, а уже когда мы переходим на территорию Красноярского края, здесь и Саянские горы создают атмосферные возмущения и меняют циркуляцию атмосферы определенным образом. То есть, то, что в Москве и то, что у нас, зачастую не одинаково. И нельзя говорить, что если в Москве тепло, то через неделю будет у нас тепло. Вот. Совсем не так. Более того, процессы в атмосфере носят волнообразный характер, такие волны. И вот когда развивается меридиональная циркуляция, то тогда, конечно, то, что, скажем, на европейской территории, то, что на территории Сибири, совершенно разные процессы происходят. Но когда начинает преобладать западо-восточный перенос, то есть зональная циркуляция, тогда можно говорить, что там через какое-то время, возможно, с потерями, с какими-то трансформацией, тем более зимой над снежной поверхностью. Москва, допустим, на Москву поступает атлантический, теплый воздух с Атлантики, прогретый от теплого, от Гайфстрима, попадает, за счет холодной поверхности начинает трансформироваться. И пока он дойдет до Сибири, он уже будет совсем другой, чем в Москве. Даже если в Москве будет плюс пять, то у нас все равно будет минус пять. Поэтому говорить о том, что, так сказать, вот та комфортная температура европейской части попадет к нам, ну, не приходится. Смотрите, есть законы физики, где-то обла, где-то прибыл, в Нью-Йорке выпал снег, тоже аномальный, это не тот ли снег, который должен предназначаться для Сибири? Ну, видите, Америка нетипичная, так сказать, это как бы общая циркуляция атмосферы. Теплый океан, и северная, и холодная Канада. Ну, она, конечно, не такая холодная, как наши венки, скажем, или Туруханский район, или там Таймыр. Но, тем не менее, так сказать, соединение холодных... Так сложилась циркуляция над Америкой. И восточное побережье, холодный воздух с Канады, сталкиваясь с теплым воздухом Атлантики, создает такую мощные градиенты температурные, и холодный воздух выталкивает, холодный фронт, который идет от Канады, выталкивает воздушные массы теплые вверх, они там конденсируются и выпадают в виде обильных снегопадов. То есть у нас, как правило, таких процессов не происходит. А где же снег? Ну, по крайней мере, нам, кажется, что малоснежная зима. Значит, ну, смотря как посмотреть. Вот если говорить о сельском хозяйстве и о наличии снега на сельскохозяйственной зоне... Южные и центральные районы. Да, южные, центральные, немножко там северные, скажем, там казачинские районы, если взять, то снега там достаточно, выше нормы. Да, 150 примерно процентов превышения нормы. Более того, даже в Хакасии в этом году мы имеем очень высокий снежный покров. Хотя там в Шира обычно 3 сантиметра. Ну, условно можно назвать. А сейчас где-то 15-20 сантиметров. То есть, таким образом, начало осени, начало зимы сложилось, что выпали достаточно хорошие осадки по нашей территории. И с точки зрения сельскохозяйственной, это достаточно благоприятная ситуация. Если говорить о других задачах, скажем, наполнения водохранилища, Саяно-Шушевского водохранилища, это тоже в сфере нашей деятельности находится и Красноярского водохранилища, тут ситуация немножко похуже. То есть, у нас получилось, те обследования, которые мы сделали, для оценки, ну, пока предварительной, конечно, оценки притока Красноярского водохранилища, что порядка 90% пока запаса снега. Ну, чуть-чуть меньше нормы даже, процентов на 10. Ну, хотя есть участки, где и побольше, но это, как сказать, является нетипичным. А в целом, вот, примерно, такая картина. Это был Владимир Еремин, руководитель Среднесибирского управления гидромедслужбы. Это была программа «Интервью». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин